Здравствуйте, все, кто сегодня в очередной раз решил провести вечер на пионерских чтениях. У вас хороший вкус, это свидетельствует о том, что тенденция проводить вечера интеллигентно в Москве усиливается. Но пионерские чтения, как вы знаете, они практически ни разу не изменяли этому замечательному месту, за исключением всего одного раза, который был в Куршавелле. И, как вы понимаете, этот один раз в Куршавелле всех сильно взбодрил, потому что я смотрю, что людей в нашем полку прибыло. Все, кто не успели поехать в Куршавелле, решили все наверстать в Москве, и это правильно. Но что я могу сказать вначале? Как всегда, номер получился увлекательным, потому что всем пришлось открыться до конца. То есть Андрей Иванович Колесников раньше раздевал нас, ну, раздевал нас, ну, вы сами понимаете, до чего. То есть кого-то до верхнего белья, кого-то уже окончательно до нижнего. Но Андрей Иванович в этом плане человек неугомонный и неутомимый. И он решил всех раздеть окончательно и бесповоротно. Ну, то есть раздеть уже так, чтобы вообще ничего не осталось. Я имею в виду ни одежды и никаких секретов. Потому что последний номер журнала «Русский пионер» связан с тем, что у человека самое сокровенное и самое интимное, самое легкое и самое вечное, самое главное и самое подающее надежды на то, что мы с вами не просто хищники, а мы еще и хищники с фантазией. Поэтому, если позволите, я с удовольствием представлю главного редактора журнала «Русский пионер» Андрея Колесникова. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Ну, смотрите, мы действительно провели куршевельские чтения, но это ничего не значит. Мы думали было, не зачастили ли мы, да, но решили действительно вам точно уж не изменять. В этом номере, как и в других номерах, Тина совершенно права, кого-то мы раздеваем, но большей частью, ей-богу, никого не приходится уговаривать. Большинство раздеваются сами и испытывают, поверьте, большое удовольствие. И гарантированное удовольствие от этого, я думаю, получите и вы. Начну я, в общем, как всегда, с себя. На радость Андрею Васильеву. Значит, заголовок статьи. Статья о том, какое впечатление на главного редактора журнала «Русский пионер» Андрея Колесникова произвел французский город Куршевель, где 7 января 2010 года прошли рождественские пионерские чтения. Статья. А мне в Куршевеле понравилось. А душа пела. Спасибо. Вопросы, да. Вопросы, конечно. Я для них создан. Нет, если у кого-то есть вопросы. Хотя, мне кажется, после такого исчерпывающей статьи вопросы неуместны. Мне в Куршевеле, как ни странно, может быть, вы удивитесь, мне понравились люди. Люди. Мне понравились наши люди. Там никого, кроме них, не было. Мне даже изменилось. Как я конечно же. Спасибо.